На днях завершился муниципальный этап конкурса «Воспитатель года-2019». Конкурс при звуке этого слова у каждого возникает в своей ассоциации. Для одних конкурс – это шоу, для других заранее предусмотрены победы определенных лиц, для третьих вообще не соревнования, а просто фестиваль педагогических идей. Это не самый плохой вариант. Точек зрений множество, и только те, кому посчастливилось пережить и радость победы, и горечь неудач, понимают через некоторое время, что это замечательный праздник, праздник общения и педагогического единения. Прошедшая неделя выдалась для многих педагогов-дошкольников Хасавертовского района волнительной и в то же время яркой и незабываемой. Мероприятие организовано по инициативе муниципального образования «Хасавертовский район», а также управление образованием, и проводилось в целях поддержки инновационного движения педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, распространения их педагогического опыта, внедрения новых технологий в систему образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, поддержки талантливых творчески работающих педагогов. Первое и очень важное звено в цепочке всеобщего образования – дошкольные. Все работники детских садов – создатели удивительной страны детства. За звание «Воспитатель» года 2019 боролись 13 воспитателей дошкольных образовательных организаций Совертовского района, увлеченные творчески, неравнодушны, отдающие свои знания, умения и сердце детям. Тема сегодняшнего моего публичного доклада – игра как показатель развития ребенка. Сухомлинский писал, без игры нет и не может быть полноценного умственного развития ребенка. Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений и понятий. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности. Игра – это способ познания окружающего мира. Игра увлекает детей, делает их жизнь разнообразнее и богаче. В игре формируются все стороны личности ребенка, особенно в тех играх, которые создаются самими детьми. Дети в игре воспроизводят все то, что видят вокруг себя, в жизни и деятельности взрослых. В игре ребенок приобретает новые знания, умения, навыки. Играя, он познает мир, учится общаться, совершенствует физические, интеллектуальные и волевые навыки. В дошкольном возрасте игра имеет важнейшее значение в жизни ребенка. Ребенок – новичок, все для него полно новизны. В игре он делает открытие того, что давно известно нам, взрослым. В игре ребенок осваивает действительность. И при правильной организации предметно-развивающей среды в группе необходимо использовать только игрушки и оборудование, соответствующие возрастным особенностям детей. Каждая игра, игрушка должна быть жителем группы, иметь место жительства. Так как игра – средство обучения, детям нужна поддержка и развитие игрового замысла, распределение ролей. И чтобы игра действительно увлекала детей, лично затронула каждого из них. Воспитателю надо стать непосредственным участником игры. Своими действиями, эмоциональным общением с детьми воспитатель вовлекает малышей в совместную деятельность, делает ее важнейшей, значимой для них. Для ребенка игра – это способ самореализации. В игре он может стать тем, кем мечтает быть в реальной жизни, достигая различных высот. Хочется сказать несколько слов о творческих играх, ведь творчество – это процесс чего-то нового. Игры драматизации помогают детям преодолеть неуверенность, застенчивость и приобрести такие личностные качества, как смелость, уверенность в себе. Игры соревнования – это испытания для импульсивного ребенка. Здесь ребенок должен действовать четко по правилам. Игры с правилами хороши тем, что в них четко предусмотрены требования к поведению детей. Коллективные дидактические игры помогают развивать у играющих навыки сотрудничества, взаимодействия на основе общих замыслов и познавательных интересов. Участвуя в играх, упрямые, эгоистичные дети постепенно осознают, что успешно решить игровую задачу, получить удовлетворение от игры, можно только без конфликта взаимодействия с партнером. Режиссерские игры выполняют психотерапевтическую функцию, где ребенок может выплеснуть свою агрессивность, спрятавшись за куклу-персонаж. В игре малыш совершает первые открытия, переживает минуты радости. Все это способствует развитию воображения, фантазии, творческих способностей, благодаря чему формируется инициативная, пытливая личность. Игра у младших дошкольников в основном возникает в результате попавшего в руки предмета, так как каждый новый предмет – это новая игра. Игровые действия детей младшего возраста крайне отрывочны, они не связаны в единое целое. Взрослый помогает приблизиться к первым сюжетно-ролевым играм. Самое главное – не осложнить игру длинными ролями, постараться оживить для ребенка отдельные предметы, вместе придумать, во что с ними можно поиграть и обязательно участвовать в игре. Педагог должен научить ребенка использовать предметы-заместители, для того чтобы он мог перейти к предметной игре. Этот переход важен для дальнейшего психического развития ребенка. Можно предложить ребенку покачать куклу, искупать, покормить ее. Обычно предметная игра начинается с того, что взрослый показывает действия в других ситуациях. Игра стимулирует воображение и творчество. Строит ребенок замок из песка или гараж из обувной коробки – все это помогает расширить ему границы собственного мира и познать радость творчества. Игра совершенствует движение. Малыш строит башню из кубиков, складывает картинку, мнет пластилин, рисует. И эти занятия развивают у него тонкие движения пальцев, улучшают согласованность зрения, движения рук. Также мелкую моторику рук, из опыта работы скажу, развивают пальчиковые игры. С детьми мы освоили такие пальчиковые игры в группе, как веселая мышка, зайка, замочек, кошечка. Активные игры – бег, ходьба, прыжки, приседания, лазания, броски – развивают ловкость, силу, закладывают фундамент для будущего активного образа жизни ребенка. Для ребенка дошкольного возраста игра является ведущей деятельностью, в которой происходит его психическое развитие, формируется личность в целом. Игры за бабы важны для физического развития, проводятся на вечерах, досугах, спортивных праздниках. Это веселое зрелище, развлечение для детей, но требует от участников двигательных умений, ловкости, сноровки. В своей работе я использую с детьми такие подвижные игры, как колобол. Мы можем поиграть, как на участке детского санта, так и в групповой комнате. Используем такие подвижные игры, как у медведя в оборуд, курочка-хохладка, лохматый пес. Дети с удовольствием соглашаются играть какие-то роли, с удовольствием играют, и мы тем самым показываем, становимся актерами. И для остальной половины наших детей с удовольствием показывают сказку, которую они уже знают. Оказывая детям помощь в организации игр, нельзя подавлять их инициативу и навязывать свои идеи. Необходимо сочетать контроль с представлением свободы и самостоятельности. В игре воспитывается отношение к людям, к жизни. Позитивный настрой игр помогает сохранить бодрое настроение. Как же в своей работе с детьми я использую такие настольные игры. Один правильно вырезается из бумаги силуэт девочки и мальчика. Также это развивает ребенка в гендерном направлении. Ребенок учится правильно одевать мальчика, девочку. Тоже очень интересная игра, очень увлекает детей. Играем, подводим первым сюжетно-ролевым играм. Играем вместе с детьми в больницу, в семью. Укладываем куклу, качаем в люльки. Играем в сюжетно-ролевые игры в магазин. Раньше были популярны такие подвижные игры, как классики, резинки. Наше поколение, наверное, помнит эти игры. Казаки-разбойники, море волнуется раз. А сейчас, наверное, скажи эти названия теперешним детям. Они, наверное, им ни о чем не расскажут. Особенность этих игр не только в том, что они подвижны и способствуют физическому развитию ребенка, но и в том, что создают позитивную атмосферу общения. Вхождение компьютеров в нашу повседневную жизнь внесло существенные коллективы в детские игры. С одной стороны, появилось немало полезных, развивающих игр. Но с другой стороны, и масса игр вредных, калечащих ранимую, неустойчивую психику, детскую психику, развивающих в ребенке низменные животные инстинкты, склонность к насилию и жестокости. Но самое страшное в этих играх, я считаю, то, что сами взрослые, родители порой не понимают, как пагубно влияние всяких гаджетов, телефонов, планшетов на ребенка. Ведь все время невозможно контролировать, что он там смотрит. Вот из опыта работы хочу вам такой случай сказать. Был у меня ребенок, три года ему. Ходит он в садик, не разговаривает ребенок. Я не пойму, что он говорит, приходилось домысливать. Вот мать приходит вечером, спрашивает каждый вечер, как вы, вы хоть понимаете, о чем он говорит? Я говорю, он на каком-то неизвестном мне, китайском языке говорит. У меня такое ощущение, что он на китайском разговаривает. А мать смеется потом, говорит, да, действительно, мы ему как-то, он приходит в садик, даем плашет, он смотрит китайские мультики. Самое страшное то, что они сами не понимают эту проблему, к чему может это привести. И я считаю, для нас, воспитателей, огромную важность, ну, выйти из этой ситуации, как мы можем. Популяризировать подвижные игры, дидактические игры, давать родителям консультации, чтобы они дома с детьми, не только мы в садике поработали с ними, поиграли, но и дома давать им консультации, чтобы они проводили, как можно больше играли с детьми. Конечно, тема у меня очень интересная, о ней можно говорить бесконечно, но в рамках сегодняшнего нашего мероприятия мы ограничены во времени. И закончить свой доклад я хотела словами Жан-Жака Руссо. Любите детство, поощряйте его игры, его забавы, его милый инстинкт. Кто из вас не сожалеет иногда об этом возрасте, Когда на губах вечно смерть, а в душе всегда мир. Добрый день, уважаемые жюри и все присутствующие в зале. Меня зовут Умужата Аджаматова. Я представляю детский сад «Радуга-1». Тема моей публичной лекции – развитие детей посредством региональной культуры. Я, в итоге получила эту тему, конечно, очень обрадовалась, Потому что эту тему я люблю и применяю очень часто в своей практике. Я, как и все представители моего рода, рода Аджаматовых, Являемся выходцами из древнего кумурского селения Эндерей. Наши корни – это наше родовое село. И где бы мы ни жили, ни работали, мы это не забываем и передаем. Я знаю своих предков до седьмого колена. Мой отец, Багалдин Аджаматов, член Союза писателей России, Написал пять книг, связанных с историей села Эндерей и выходцами из этого села. Я выросла в семье, где любовь к своей родине, к своему краю – Это неотъемлемая частичка души. Любовь к родине делает нас сильными. И работая в детском саду, я считаю своим долгом Прививать моим воспитанникам чувство уважения, любви и долга перед своей родиной. Сохранение и возрождение культурного наследия начинается со своего края И играет важную роль в воспитании подрастающего поколения. Во все времена и у всех народов основной целью воспитания являлась работа О сохранении и укреплении развития добрых народных обычаев и традиций. Забота о передаче подрастающим поколениям житейского, духовного, В том числе и педагогического опыта, нашинокопленного предшествующими поколениями. В чем же заключается сила народной педагогики, народных традиций? Ответ прост. Прежде всего, в человечном, добром, гуманном подходе К личности воспитуемого и требований с его стороны Взаимообратного человека, любимого отношения к окружающим. Национальная культура становится для ребенка первым шагом В освоении богатств мировой культуры, В присвоении общечеловеческих ценностей, В формировании особенностей личностной культуры. Вспоминая слова великого поэта Расула Гамзатова, Так же, как мы оцениваем все хорошее, оставленное нам наследство нашими предками, Так грядущее поколение оценит то, что мы оставляем в наследство. Народ остается народом благодаря его культуре, традициям и обычаям. Люди должны помнить свое прошлое, знать настоящее, заглядывать в будущее своего края. Только в этом случае народное творчество и искусство оставят след в душе своего народа. Дагестан очень богат своими традициями, культурой, промыслами, А так же своими жителями, великими учеными, поэтами, воинами, писателями, художниками, скульпторами, космонавтами. Вот почему при общении детей к народным традициям целесообразнее проводить именно в форме, Именно с детства можно проводить его. Одним из этих способов является эта сказка. Дети и сказка это неразделимые, они созданы друг для друга. И поэтому знакомство со сказками своего народа, то есть сказками Дагестана, Должно быть обязательно входить в курс образования и воспитания каждого ребенка. Мы тоже применяем в своей практике сказки народа Дагестана, очень, так сказать, сценируем. Детям это очень нравится, особенно сказка «Храбрый мальчик». Дети ее, можно сказать, наизусть знают, и вот эта вот семья, и все, очень нравится. У нас и костюмы, значит, этого есть. Вот праздники различные, дагестанские, мусульманские праздники, которые мы проводим. Детям они очень нравятся. Так, проведение и, так сказать, подготовка к праздникам, развлечениям способствуют нравственному воспитанию детей. Они объединяются общими переживаниями. Дети узнают много о своей стране, о своей природе, о своем крае, о своей семье. И это расширяет их кругозор, развивает память, речь, воображение, способствует умственному развитию. Эта взаимосвязь разных видов искусства и разнообразных видов детской деятельности способствует образованию связи между различными содержаниями образования. Важным моментом формирования традиций стало совместное проведение мусульманских праздников, которые, повторяем, из года в год. И когда родители с удивлением обнаруживают для себя, что дети очень многое узнают, нам бывает очень приятно. Также очень увлеченно проводим такие открытые занятия для родителей, как мастера своего дела, лучшее приготовление своего блюда. Такие праздники – Ураза-Байран, Курбан-Байран, начало священного месяца Рабиу-Лаваль. Дети рады таким праздникам, потому что родители объясняют им их смысл, рассказывают об истории происхождения этих праздников. После таких праздников мы проводим еще и открытые занятия с детьми. Наши дети очень много знают об этом, особенно в старшей группе, где я работаю, стараюсь прививать им любовь к своему краю, к своей семье, к своему роду. Одним из условий успешной работы является создание предметно-развивающей среды, игрового пространства. В решении данного вопроса помогла работа музея, созданного нами «Дагестан. Мой край родной». Который мы создали сами для детей и взрослых. Этот музей создан на основе общих интересов воспитателей и родителей-воспитанников. Здесь мы вместе осваиваем технику народных ремесел и просто знакомимся с многими из них. Обмениваемся опытом, проводим конкурсы на лучшую роспись глиняного кувшина, тарелки или на лучший рисунок на тему «Мой родной край Дагестан». Работы помещаем в нашем уголке. Проводим мероприятие «Семья», где родители делятся своими семейными традициями. И дети тоже рассказывают нам о них и о жизни своей семьи. Угощаем фирменными блюдами дагестанскими. Родители продолжают сбор материалов для пополнения экспозиции регионального уголка. Содержание работы в течение года по художественному и эстетическому направлению отражается в перспективном плане. Организуя работы по приобщению детей к истории Отечества, мы вовсе не ставили перед собой цель систематического освоения ими курса истории. У них для этого еще будет время в школе. Важно просто воспитать интерес к прошлому своего народа, любовь к родной истории. Мы глубоко убеждены, что любить Родину значит знать ее историю. Проводимая нами работа находит отклик у детей и их родителей. Дети научились слушать друг друга, помогать делиться своими умениями, дарить подарки, сделанные своими руками. Мамы стали замечать, что их дети стали более уститчивыми и внимательными, как к ним, так и к своим бабушкам и дедушкам, более терпимы. Мы рады, что они стали больше заботиться друг о друге, уступать и помогать. Я желаю нынешнему поколению и нашим малышам, таких бабушек и дедушек, на примере которых выросли мы с вами, и чтобы они передавали это своим детям. Больше всего нам хочется развивать в детях чувство гордости за свою Родину, вызывать в них восхищение вместе с чувством ответственности за тот кусочек земли, на котором мы живем. Спасибо. Уважаемые коллеги, вот и подошел к концу муниципальных этап профессионального конкурса «Воспитатель года-2019». Спасибо, говорим всем конкурсантам, за достижения, таланты. Пусть славятся чаще все ваши дела. Участникам конкурса честь и хвала. Каким быть должен воспитатель? Конечно, щедрым должен быть. Всего себя без сожаления он должен детям подарить. Каким быть должен воспитатель? Конечно, добрым должен быть. Любить детей, любить учения, свою профессию любить. Людей случайных здесь сегодня нет. И вы нам это доказали. Быть воспитателем – призвание. И ничего ответственнее нет. Промчалось время, как одно мгновение. Момент настал, и конкурс завершен. А теперь наши выпускники детского сада «Солнышко» станцуют вам танец. У. У, два, два! У. 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 Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Аплодисменты 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Это уже победа над своими страхами, неуверенностью, смущением. Конкурс, по большому счету, стал для всех хорошей профессиональной школой, отправной точкой для рождения новых идей. И пусть каждый из конкурсов даст толчок к дальнейшему профессиональному росту.